Взгляд Юрия Гиренко 3 сценария войны для Донбасса Л. Юрия Гиренко 3 сценария войны для Донбасса 20 января 2015 года 23 часа текст Юрия Гиренко На сегодня для политического решения украинского вопроса нет никаких предпосылок Идет война, от исхода которой будет зависеть будущее Донбасса, Новороссии, Украины, России, русского мира Сейчас все решается на поле боя Война в Донбассе, начавшаяся весной, не прекращалась ни на минуту Объявленное осенью перемирие всего лишь перевело ее в позиционную стадию Перестреливались, брали и отдавали домики паромщиков, менялись пленными Иногда жителям городов, расположенных в паре десятков километров от линии фронта, казалось, что все почти кончилось Жизнь как-то налаживалась, в Россию или на Украину можно было съездить рейсовым автобусом Стреляли только где-то вдали Но все, кто в теме, знали, что карательная группировка наращивает силы Что минский меморандум минус пустая бумажка Что скоро война снова станет полнокровной Пока под снегом и дождем Донецких степей стянутая техника не сгнила, а собранное воинство окончательно не разложилось Киевские власти дотянули до середины января и ударили Обстоятельства образа действия Прежде чем попытаться построить вероятные сценарии развития событий, надо учесть рамки, в которых действуют главные фигуранты Причем не только непосредственные участники, но и те, кто стоит у них за плечами Во-первых, Запад. Инициаторы Майдана и спонсоры нынешнего режима Ясно, что Европа и Америка при любом повороте событий будут поддерживать Киев Они не видят и не будут видеть кровопролития в Донбассе, пока не возникнет возможности обвинить сепаратистов Как в истории с малайзийским Бэй Или с расстрелом автобуса на блокпосту под Волновахой Они будут вводить санкции против России Они будут посылать вице-президентов, сенаторов и лордов, чтобы подбодрить своих сукиных детей в Киеве Но вот реальной помощи, экономической и военной, в которой нуждается Украина, минус не окажут Потому что Америке не надо, а для Европы дорого Вашингтону достаточно того, что славянские варвары стреляют друг в друга И пусть так продолжается как можно дольше Европе не хочется сажать себе на шею 45 миллионов дармоедов Так что надежды всех яценюков Украины на западную помощь обоснованы не больше, чем надежды Мазепы на шведов или Скоропадского на немцев Далее, Россия У Москвы есть три главных ограничителя Первый, мы не можем согласиться с киевской трактовкой происходящих событий как российской агрессии или российско-украинского конфликта Война в Донбассе – это украинская гражданская война, и никак иначе Второй, мы не можем напрямую вмешаться в конфликт Не столько из-за мирового сообщества, они все равно уже назначили Россию агрессорами виноваты во всем, сколько из-за собственного общественного мнения Большинству граждан России искренне сочувствуются отечественникам на Украине, но при этом категорически против военного вмешательства Это попахивает шизофренией, но общественное мнение всегда и везде представляет собой клубок психопатологий, там есть и паранойя, и истерия, и шизофрении место найдется Третье, мы не можем оставить Донбасс без поддержки И потому, что это идет вразрез с тем самым общественным мнением, и потому, что это ломает всю стратегию русского мира, на которую сделал ставку президент Путин еще весной Все потери прошлого года при этом останутся при нас, а вот шансы на какие-либо успехи пропадут Это внешние обстоятельства, что же касается внутренних, украинских, то они еще жестче Киевские власти никак не могут согласиться на политическое урегулирование, потому что для этого им придется признать наличие гражданской войны Урегулирование по-киевски, это полная капитуляция Донбасса, да еще желательно с выплатой контрибуции и репараций со стороны России Картина мира, которую нарисовал себе украинский политикум, не имеет ничего общего с реальностью В этой картине Украина воюет с Россией Донбасс захвачен террористами, украинская демократия процветает и вот-вот будет принято в Евросоюз И никакой здравомыслящий политик, желающий оставаться на коне, не будет даже пытаться развеять иллюзии, дабы не нарваться на двойной удар от западных спонсоров и собственного политического класса Чтобы наступило отрезвление, должна радикально измениться ситуация При этом есть еще один субъект, Донбасс, большинство жителей которого внятно выразили свое несогласие с майданной версией украинской государственности в мае Выдержали удар карателей летом и подтвердили нежелание быть частью государства-убийца 2 ноября Кто бы о чем не договорился касательно Украины и Новороссии, без согласия Донбасса ничего не выйдет Пока у Донбасса с Киевом имеется разногласие по земельному вопросу, кто кого закопает, война не кончится Все это значит равно одно, на сегодня для политического решения вопроса нет никаких предпосылок Идет война, от исхода которой будет зависеть будущее Донбасса, Новороссии, Украины, России, русского мира Сейчас все решается на поле боя Пепел перемоги оговорюсь, для построения достаточно точного прогноза развития военных действий мне не хватает информации и квалификации Потому речь пойдет только о достаточно очевидных вероятностях Первая из них, победа карательной операции Все же концентрация сил с украинской стороны весьма велико Западная помощь, хоть и довольно скромная, имеется В народных республиках не все гладко, а внутренние противоречия в разгар войны ослабляют Так что шанс на победу а-то у карателей имеется На мой взгляд, из имеющихся вариантов этот, самый маловероятный Поскольку в отношении регулярности украинские войска ничем не превосходят ополчение По оснащенности, судя по результатам столкновений, перевеса тоже не имеют Внутренней сплоченности у них также не больше, чем у сепаратистов И все же, некоторый шанс есть Такой результат будет губительным для Донбасса Практика украинских властей на оккупированных ими территориях Северная Луганщина, Славянско-Краматорская агломерация, Мариуполь, Запад Донецкой области Показывает, что разгромленных сепаратистов ждет невеселая участь Россия и Украинская перемога тоже принесет много неприятностей Украина окончательно превратится в антироссийский оплот Причем русские на Украине вовсе перестанут сопротивляться из-за разочарования Наши внешнеполитические позиции сильно ослабеют Причем санкции никто отменять не будет Зачем? Еще ведь надо Крым отобрать А самое интересное, что Украина от этого ничего не выиграет Вернув контроль над разоренной собственными усилиями территории Киев не будет иметь никаких возможностей для ее восстановления Внутренние противоречия никуда не денутся Зависимость от Запада углубится Погружение в руину продолжится и ускорится К счастью для Украины, вероятность перемоги невысока Нужна одна победа прямо противоположный результат Армия Новороссии перемалывает карателей в оборонительных боях И переходит в контрнаступление Возвращая под контроль всю территорию бывших Донецкой и Луганской областей Он реальнее предыдущего Поскольку при общем паритете Ну или почти паритете В живой силе и технике у защитников Донбасса Гораздо сильнее мотивация Они защищают свои дома Нельзя сказать, что при таком развитии событий все станет хорошо Собственно, любой вариант хорошего развития событий Стал немыслимым после февральского переворота в Киеве Но он открывает окно возможностей для всех заинтересованных сторон Народные республики смогут получить субъектность И заняться восстановлением нормальной жизни Украина после встряски получит стимул для реализма И поиска решения настоящих проблем Россия получит шанс разрулить военный конфликт у своих границ И заняться выстраиванием правильных отношений с Украиной Западу придется стать осторожнее И не так активно лезть в чужой огород То есть при всех издержках это весьма оптимистичный вариант Настолько оптимистичный, что вряд ли исполнится Назад в Минск то, что украинское наступление будет отбито Вовсе не означает, что армия Новороссии сумеет Достаточно быстро и эффективно перейти в контрнаступление А во время переходной стадии наверняка вмешаются миротворцы из Европы Да и в России такие найдутся К тому же не факт, что для решительного наступления у ополченцев хватит сил И тогда ситуация вновь вернется в начало осени То есть позиционная война и попытки возобновить Минский процесс Попытки заведомо обреченные Поскольку на прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев Не потерпев сокрушительного поражения Не пойдет Этот путь может казаться самым привлекательным Поскольку интенсивность военных действий временно упадет Но только временно Потому что через несколько месяцев в карателе залежут раны Поднакопят селенок И снова попытаются Практика локальных конфликтов последних десятилетий показывает Что вот так, долго, утомительно и безрезультатно Разрушительная война может длиться годами И будет длиться, пока принимающие решения люди не найдут в себе силы признать Путь к устойчивому миру лежит только через победу Донбасс не хотел войны Но раз уж он ее получил То ему остается только побеждать Текст Юрия Геренько Субтитры создавал DimaTorzok